Какая-то система-то ненормальная Называется вообще-то тюрьмой, да? Эта мама не горюй Они не пропадут в этой жизни Через 20 минут я уже просто буду орать и будет слышать весь дом Государство не то что не помогает, оно часто нам мешает Не для камеры, какая она дура В Москве и некоторых других российских городах Школьники по-прежнему учатся на дистанционке В Кирове школы пока работают в традиционной очной форме Но родители переживают, надолго ли? А тем временем все больше кировчан совсем отказываются от школы Сторонники семейного обучения считают Школа убивает в детях творчество и индивидуальность Современная система образования, по их мнению, не учит мыслить А всех подгоняют под единый стандарт Семейное обучение в России одна из официальных форм образования Чтобы перейти на него, нужно поставить в известность органы власти А затем прикрепиться к какой-нибудь школе для аттестации При этом, как ребенок будет получать знания, семья решает сама Кто-то нанимает репетиторов, кто-то выбирает онлайн обучение Кто-то учит детей самостоятельно Вообще, хоумскулинг, так звучит это понятие во всем мире Набирает все большую популярность При этом, в разных странах мира жизнь без школы регламентируется по-разному В США семейное обучение очень распространено По некоторым данным, почти каждый десятый школьник в стране – хоумскулер Причем, в разных штатах – разные требования к учебному процессу Семьи хоумскулеров поддерживают общение с единомышленниками И охотно обмениваются опытом В Великобритании система семейного обучения напоминает нашу Семья сама вправе решать, какую систему образования выбрать А органы власти не вмешиваются в этот процесс В Канаде родителям предоставляется еще больше свободы Хочешь – учись в школе, хочешь дома, хочешь – вообще не учись При этом по-разному оценивается и уровень знаний ребенка Он может регулярно проходить аттестацию, а может от этого отказаться Другое дело во Франции Там контроль за хоумскулерами достаточно жесткий Такие семьи проходят ежегодную проверку со стороны школьных инспекторов Проверяют все – насколько ребенок умеет размышлять Умеет ли приводить аргументы и делать выводы И если результаты проверки дважды окажутся неудовлетворительными В семейном обучении будет отказано Семейное образование в Финляндии хоть и разрешено, но не очень популярно Родители предпочитают отдавать детей в обычные школы Редкие хоумскулеры могут составлять собственный учебный план В соответствии со школьными программами Кстати, в некоторых странах семейное обучение категорически запрещено Например, в Германии Там среднее образование можно получить только в школе За нарушение родителям грозят крупные штрафы И даже тюрьма Также семейное обучение под запретом в Швеции Отказаться от школы родители могут только в исключительных обстоятельствах О плюсах и минусах семейного обучения поговорим сегодня с нашими гостями У нас в студии многозетная мама Алена Чеснокова Ее дети учатся в обычной школе И Екатерина Немчанинова Правильную фамилию сказала Она перевела своего ребенка на семейное обучение Здравствуйте всем Здравствуйте Екатерина, почему вы приняли такое решение? Не пожалели ли о нем? Расскажите свой опыт Вы знаете, я думаю, все учащиеся на семейном обучении принимают это решение Исключительно потому, что нас не устраивает обычная школа А вас или ребенка не устраивало? Нас, родители Ребенка иногда устраивает, иногда нет, разные ситуации бывают Ребенку еще не с чем сравнивать просто Ну как сказать А ребенок в каком классе? Сейчас в пятом классе Это третий год наш на семейном обучении Два года мы отучились в школе Вот Потом приняли решение перейти на домашнее Почему такое решение? На семейное обучение Вот как раз потому, что нас не все устраивало в школе Это, вы знаете, все семейники, они, конечно, индивидуальны, да? То есть у каждого это своя причина Что именно не устраивало? Кого-то не устраивает образовательный процесс Кого-то не устраивает атмосфера в школе, да? Психологическое, социальное окружение, вот Кого-то какие-то религиозные Что не устраивало? Не устраивало в комплексе И атмосфера немножко в школе не так, какая хотелось бы, да? И сами образовательные программы Ну и ребенку было банально скучно в школе То, что мы проходили в первом классе Ребенок это уже в пять лет знал Ну то есть мы ходили просто буквально просиживать А вы, как этот процесс происходил? Вы сели, да, на семейном совете вместе с ребенком Нет, на самом деле немножко не так все было Все было еще до школы Мы садились на семейном совете еще до первого класса У нас были огромные списки Мы писали плюсы, минусы В общем, это была целая такая семейный совет огромный Когда мы решали, куда пойти И семейное обучение у нас имело больше плюсов Но мы испугались Мы испугались ответственности И решили все-таки пойти в школу Но через два года мы посмотрели, что Ну не боги горшки обжигают Мы подумали, что мы справимся сами И приняли на себя эту ответственность А вы прямо сами учите ребенка? Пока да Пока мы сами с мужем Ну я не одна Муж мне помогает активно Пока мы сами справляемся Я думаю, что репетиторов мы будем подключать Позже в более старших классах А вы работаете? Я работаю фриланс У меня фриланс, я удаленно работаю Поэтому То есть вы большую часть времени с ребенком все-таки находитесь? Я каждый день, да Весь день я дома нахожусь Тем более у меня еще младший ребенок Который тоже дома Соответственно мы Мы обязательно еще вернемся И сегодня много будем об этом говорить Алена, вам когда-нибудь приходила в голову мысль Перевести своих детей на семейное обучение? Ну в моей голове вообще очень много всяких мыслей И у меня возникали такие мысли Но вот в данный момент у меня есть некоторые такие пунктики Из-за которых я бы не пошла Вот в данный момент не пошла бы на семейное обучение Какие? Во-первых, я не могу на себя взять такую ответственность По обучению своих детей Даже имея высшее образование И в принципе, ну я считаю, что я далеко не глупый человек У меня папа изобретатель СССР То есть он может преподавать те предметы Которые в старших классах ведут Но я в силу своей вспыльчивости Меня просто не хватит через 20 минут Я уже просто буду орать и будет слышать весь дом А папа, он в силу, наверное, избытка своего ума Он не сможет донести до ребенка В доступной для ребенка форме Тот материал, который для него кажется элементарным То есть все равно здесь нужно какие-то такие Именно умения, если ты сам этим занимаешься Либо нужны деньги, если ты нанимаешь кого-то со стороны Причем нанять кого-то, это тоже очень проблематично Найти специалиста хорошего, который реально подойдет ребенку Это тоже очень, как оказалось в нашем Кирове, большая проблема Проблема это, Екатерина? Да, действительно проблема Мы третий год репетитора по английскому ищем Пока Безусловно Не очень успешно Вы в своих способностях не сомневались, когда принимали такое решение? Вы знаете, вот смотрите, я как скажу Есть несколько параметров Качество, стоимость, время И знания Ну четыре возьмем То есть какой-то из них, конечно, может хромать Либо стоимость была слишком высокой, либо качество не очень Либо времени нужно слишком много Либо, ну вот что-то, что-то, да У меня достаточно времени, то есть я беру этим То есть если я что-то не знаю, у меня есть время, чтобы это узнать То есть вы сначала сами его изучаете, да? Сами его изучаете, да А потом уже ребенку рассказываете Или как это происходит? Ну вот если честно, пока такого не было То есть ребенок пока достаточно хорошо идет Пока нет необходимости слишком много сидеть А как вы, даже если вы покупаете учебники по школьной же программе, да? Да, да, да Те же самые, как в школе занимаются Ну учебники, в принципе, по закону должна предоставлять школа С той, с которой ты заключаешь договор на это семейное обучение Это по идее Но другой вопрос, что школа предоставляет Вот учится она там, например, по 21 веку Или там школа России, да? Она предоставляет эти учебники К тому же у всех школьные программы разные То есть если семья решила заключать этот договор со школой Школа дает ей учебники либо по школе России Либо по школе 21 века А обучаться-то можно хоть по доисторическим, хоть дореволюционным Там вообще было классное образование Не считая... Ну опять же, экзамены сдавать потом А, ну да, экзамены сдавать То есть они принимают экзамены по тем же учебникам В том-то и дело, что там, ну, по моему личному мнению Даже если брать советскую школу Там более, не знаю, доступные И они как-то, знания у детей Они откладываются больше, чем вот то, что преподают сейчас Потому что я смотрю по своим детям Если мы, например, вот там, примеры с экзамены Мы проходили там в пятом классе Они уже это проходят во втором Я говорю, какие экзы во втором классе? Там, ёпай, вы хоть эту таблицу в сложении Хоть выучите То есть сейчас пихают в детей Слишком ускоренно, слишком много информации Которая у них ещё в детских головах Она у них не усваивается Они ещё там где-то будем в мячик поиграть И они там должны уже примеры сумасшедшие решать У меня даже вот разница между старшим ребёнком и младшим Если он приходит и смотрит Говорит, они что, уже это решают? Мы ведь в этом классе ещё не решали Говорю, да А дочка у меня пойдёт Они, наверное, с самого первого года начнут их решать То есть, ну, нереально Если мы, например, в школе Два года, ну, если вспомните, да Первые там два-три года мы писали в прописях Выводили эти буковки То сейчас это одна четверть И в конце сентября они уже пишут сочинение, изложение Говорю, ребят, вы куда? Вообще, вы про что? То есть, ну, какая-то система-то ненормальная То есть детей пытаются впихнуть А у них ещё то не отложилось И у них уже следующее там идёт И вот эта вот каша, которая выйдет Всё равно она выйдет боком в точном, в итоговом варианте И они не запомнят того всего, что им дали То есть, очень много ненужной информации Которая в данный момент им не нужна Видите, Алена, с этого и начинается семейное обучение Я ничего против семейного обучения не имею И это каждый сам решает Я конкретно для себя говорю Что вот по своим там пунктикам Да, у меня вот сейчас это тормозит Но смотря, что происходит в школах Возможно, я когда-то до этого дойду Но просто вот если ребёнок учится в школе На него школа получает вот это вот бюджетное финансирование По идее, его же можно потратить на репетиторов И его можно получить обратно Но я так понимаю, что не в каждом регионе это есть Но ребёнок в семейном обучении не получает ничего А вы прорабатывали этот вопрос? Видите, у нас не очень много активных родителей К сожалению, позиция в основном такая Что лучше бы нас не трогали, нам ничего не надо от государства Потому что на самом деле на данном этапе Государство не то, что не помогает, оно часто нам мешает Но в других регионах, где более смелые, активные родители Там добились компенсации и благополучно получают А кто должен этот вопрос поднимать? Родители, вероятно Депутаты должны принимать на местном уровне? Ну, я скорее думаю, что это всё-таки не местный уровень Что это всё равно должно прописано быть Ну вот, чтобы не было никаких вообще проблем Это всё равно должно быть прописано в законе И лучше, чтобы это было прописано в федеральном прописании А вот почему тогда в Перми, допустим, получают родители, а у нас нет? Это прописано в законе на самом деле Нет, в федеральном такое это есть Значит, вы можете это требовать? Да, конечно Через суд, получается, да? Мы можем это требовать, но должны быть мы То есть в одиночку это сделать Ну, наверное, не очень имеет смысл Ну, хотя, может быть, вы, например, сейчас эту компенсацию получите И все за вами пойдут и тоже начнут её требовать Ну, видите, просто пример нужен Не, ну, просто смотрите, компенсацию они получат, ну, так скажем, не сильно большую Там, да, я так понимаю, примерно 20 тысяч 20-30 тысяч Да, ну, то есть небольшую То, которую, в принципе, на репетиторов её не хватит Вот, но если ты получишь, как у нас всё делается? Если ты получаешь копейку, ты набегаешься во Бумажек ты напишешь во Отчётов будет, это мама не горюй То есть когда надо будет заниматься ребёнком Ты будешь сидеть, тупо сидеть, эти бумажки заполнять Как у нас делается во всех школах, в больницах, там и всё остальное Ни врачи, ни учителя не занимаются основной работы Они там заполняют всякие отчёты Ну, к сожалению, это действительно так То есть родители, вот, недавно в Ульяновске я разговаривала Должны предоставлять все чеки, куда деньги потрачены Список там определённый, то есть канцтовары, мебель, там, ну, ещё что-то там такое Только на это можно тратить деньги, надо все чеки предоставлять То есть это, конечно, очень тормозит, огорчают родители Но, тем не менее, сто с лишним семей, вот, только в Ульяновской области получают эту компенсацию А вы закреплены за какой-то школой? Да, конечно За своей, да? То есть экзамены вы будете сдавать? Мы сдаём, уже третий год уже будем, я думаю, скоро уже начинаем Повысилась у ребёнка успеваемость или осталась на том же уровне? Нет, так же, я не могу сказать, что повысилась или понизилась, на том же уровне она осталась Вот, кстати, интересно, как к такой форме обучения относится руководство самих учебных заведений И у нас есть мнение директора школы, давайте послушаем, что он говорит Ну, мы столкнулись в прошлом году, у нас несколько родителей, учеников начальной школы Второго класса взяли детей на семейную форму образования Четыре ребёнка Семьи очень хорошие, дети очень подготовленные, развитые Ну, они поставили перед собой задачу, что, помогая друг другу, смогут организовать обучение детей более эффективно, чем в школе, ну, прямо скажем, переполненной Да, у нас классы переполнены Двое, правда, потом вернулись обратно Им всё-таки эта форма не подошла, а двое продолжают учиться в форме семейного образования В принципе, мы не наблюдаем сейчас, что они, например, стали плохо учиться или стали хуже учиться У них пока всё получается Ну, я разговаривал с родителями, какие у них планы на будущее Они так считают, что, ну, во всяком случае, пока они думают, что, возможно, начальную школу Они планируют отучиться именно на дому Но с пятого класса, наверное, всё равно будут возвращаться в общеобразовательный класс Потому что всё-таки для детей уже очень важно общение со сверстниками Социализация Ну, и там всё-таки программа уже становится всё сложнее и сложнее Если с программой начальной школы там сами родители отлично справляются Времени, может быть, больше у них, да Вот в будущем покажет Хотя не в нашей уже школе я встречался со сторонниками семейной формы образования Которые и в дальнейшем, и в пятом, и в восьмом, и в девятом классе Обучаются в форме семейного образования дома Ну, там свои сложности, конечно, тоже возникают В принципе, я отношусь к этому явлению вполне как к закономерному Хотя мне может быть несколько обидно Что из школы именно очень талантливые, способные дети Начинают уходить То есть всё равно нужно искать какие-то варианты для изменений Для того, чтобы устраивать родителей и детей Но пока так и будет Всё равно будут появляться семьи, которые будут выводить своих детей на семейную форму обучения Екатерина, вы что планируете дальше делать? Может быть, действительно получится, что придётся вернуться в школу? Не рассматриваете? Всё может быть, но, вы знаете, мы тоже сначала думали Год, два, вот с пятого класса точно Сейчас решили, что и пятый класс, ну, видимо, и шестой, и седьмой И это затягивает, понимаете? Потому что страхи уходят, ты чувствуешь свои силы Ты понимаешь, что это не так страшно, не так сложно И что это даже гораздо проще Вот буквально вчера я говорила, когда что иду на съёмки Все родители писали, там, у кого какие эмоции про семейное образование Многие очень пишут, что я с ребёнком, вот он у меня в школе учился, старшеклассники Мы тратили по два-три часа только на уроки А сейчас он у меня сам занимается один час в день И мы сдаём почти на пятёрки То есть это миф, на самом деле, что больше времени надо То есть я так прикидываю, я это же время буду тратить на уроки Но это, опять же, должен быть очень самостоятельный, наверное, ребёнок Конечно, конечно, ситуации разные Если надо постоянно подпинывать и контролировать, то вряд ли Должен быть мотивированный ребёнок Я вот перед тем, как пойти на передачу, всё-таки пообщалась с родителями Которые и на семейном обучении, и почитала в интернетах, и не наши примеры И, в принципе, мои опасения в чём-то подтверждаются Смотрите, у меня какие были ещё пунктики, так скажем У нас закон позволяет делать аттестацию в девятом классе То есть обязательная аттестация в девятом классе Каждый год можно не сдавать, но сдавая каждый год аттестацию Мы тем самым подстраховываем, что называется, и себя, и ребёнка Ну мало ли, мы где-то там запустили, где-то там чего-то не то выучили То есть потом локти кусай в девятом классе Когда там шпала ей скажут Дорогой, давай-ка в первый класс обратно То есть, ну, как бы один из вариантов И второе, что Когда, во-первых, не в каждой школе можно заключить вот этот договор на семейное обучение Не каждая школа это предоставит Ну вот, не знаю, но тем не менее это так Дело в том, что не у всех школ в уставе прописана такая форма образования Они могут поменять устав, если они захотят это для вас сделать Но если там нет, не прописано, то... Да, то есть не каждая школа И ещё, когда ребёнок, не учась, например, в школе, не зная этих преподавателей И преподаватель не знает этого ребёнка Он не знает слабые, сильные стороны Он его гоняет по всему материалу Если там, ну, ребёнок в себе уверен Если он мотивирован, и он знает эту тему Возможно, у него никаких проблем не будет Но дети бывают разные Вот даже зная по своему ребёнку Когда он при чужих людях, он просто рот не откроет Он знает этот материал Но он рот открывать не будет И все скажут, ой, да он там вообще Просто он такой ребёнок Те учителя, которые его знают, они знают эту его особенность Они его могут там на перемене спросить Там где-то отдельно спросить То есть, ну, как бы тут такие вещи И вот разговаривая с родителями Всё-таки подтвердились мои подозрения в том, что у всех учителей Ну, по крайней мере, есть такие учителя У которых бывает знаний меньше, чем у ученика Особенно ученика старших классов Вот честно, не обижая там каких-то учителей Мне кажется, это всегда было так Надеюсь, что всё-таки большинство хорошее Но есть такие учителя, у которых знаний намного меньше, чем у учеников И получается, когда ученик приходит сдавать вот эту аттестацию Учитель задаёт вопрос Значит, типа вот так вот, вот так И ученик, ну, например, эту же задачу там Решает каким-то не таким способом, который знает учитель А я сталкивалась с таким реально на своём примере Говорит, вы что? Мне сказали, математика — это точная наука Других вариантов нет И у меня папа, у него пара за уши шёл и говорит Господи, ну так, не для камеры Какая она дура Потому что в математике может быть миллион вариантов решения Главное — ответ То есть тут на корню получается, что ребёнка вот гнобят Потому что учитель этого не знает Алена, мне кажется, сегодня вы защищаетесь Вы перейдёте на другую сторону Казу программы Я говорю, что, по крайней мере, я не против семейного обучения Так же, как и кто-то для себя дистанционку Вот это же онлайн-обучение, это же, в принципе, дистанционка То есть для себя кто-то решает, что ему это подходит Я говорю только за себя и в данный момент Я не знаю, что будет завтра Возможно, я посмотрю и скажу Да ну вас всех, пошла-ка я сама чему-нибудь учить Но в данный момент, я говорю, вот у меня есть такие пункты Которые меня останавливают перед переходом на какую-то другую форму обучения И мне жалко тех детей, которые, ну, столкнулись, так скажем, не с тем учителем Который их потом там при аттестации Либо там, ну не знаю, из-за каких-то своих личных там позиций Либо из-за незнания, из-за своего Он его просто приткнёт И получится, что у ребёнка либо год потерялся Либо и выходов на данный момент их нет То есть нету Вот я разговаривала с родителями Когда заваливали, что делать Либо переходить, ну, заключать договор там с другой какой-то школой Но ты уже этот год-то проучился И ты в последний момент можешь просто не найти ту школу Которая тебя возьмёт только вот на эту вот аттестацию Потому что это, в принципе, как я уже говорила Это много бумаг, много писанина и много всего И некоторые там школы просто скажут Да ну, зачем нам это, давайте-ка там Потому что, Лёна, вы просто слишком эмоциональны И для вас вот решение этих проблем Ну, это... Нет, я просто люблю Это такой стресс А кто-то делает планомерно, спокойно Ну, документы так, документы собрать Ну, обойтись Всё ещё проще, всё ещё проще На самом деле 80% родителей действуют проактивно И просто не заключают договор с такой школой Где ребёнка можно завалить Благо, у нас множество есть дистанционных платформ Мой ребёнок сдаёт в московской гимназии Дистанционно У нас будет диплом в московской школе А то есть вы вообще с кировскими школами Зачем нам это гадание на киселе? А какой учитель будет? А такой, а другой? А как там? Тем более у меня ребёнок тоже достаточно скромный Да, многие, вот я разговаривала Многие сдают неочно, а именно дистанционно Потому что тут нет общения Ну, ведь это как бы неправильно Ну, ЕГЭ они ведь тоже сдают в форме теста Дистанционно Ну, ЕГЭ это вообще отдельный разговор Это тут Я вообще противник полностью всех вот этих вот Да нет, и вот выбиралок этих Это вот, ну, просто тупизм для детей Получается у вас вообще ребёнок не общается с преподавателями Не общается А в какие-то кружки он ходит? Конечно С кем он общается тогда? Ну, у нас же, во-первых, большая компания наших семейников Мы общаемся между собой Мы делаем нашим детям такие кружки, какие нужны им Вот сейчас у нас проект Мы набираем школу для девочек с психологом, с казкотерапевтом Для наших девочек-подростков Где будем учить их премудростям женским разным Дети ходят во множество кружков Музыкальные школы, спортивные секции То есть если все родители замечают Если раньше у них на кружке было только один-два часа в день Сейчас три-четыре-пять Хоть во все кружки города записывайся и ходи Это, кстати, один из главных тоже факторов Почему родители уходят Чтобы у детей было время заниматься тем, что им действительно нравится Ну, потому что, по-честному Но, опять же, на это надо с финансовой стороны С денежной стороны смотреть Вот эти вот факторы, они, конечно, должны быть Или время, или деньги, или еще что-то Ну, сейчас, благо, многие кружки все-таки бесплатно ходят у нас дети Ну, вот есть мнение, что школы еще Почему не любят тех, кто уходит на семейное обучение Во-первых, из-за того, что финансирование из бюджета на каждого ребенка Если ребенок уходит, то и финансирование, соответственно, уходит Во-вторых, все равно возиться с такими детьми нужно Потому что у них нужно аттестацию принимать, экзамены и так далее И самое-то главное, что вот так называемые семейники Сторонники семейного обучения, они подрывают авторитет традиционной школы Но, к сожалению, реальность такова, что это не мы подрываем авторитет школы Эта школа подрывает свой авторитет Про социализацию, да, вот была речь, что вот дети-семейники, как у них социализация Вчера, значит, одна мама писала такой эмоциональный комментарий Про то, что такая социализация, как в школе, нам не нужна Вот у меня в классе, можно я расскажу ребенок Значит, несколько детей неуравновешенных было Они среди урока вставали, бегали, показывали неприличные жесты учителю Когда директор школы приходил, чтобы навести порядок в этом классе Потому что учитель не справился, они посылали его Но, с другой стороны, это же тоже жизнь А у вас, получается, что такой рафинированный ребенок в таких тепличных условиях? А давайте мы эту тему социализации в том числе продолжим во второй части программы Вернемся буквально через минуту Почему все больше родители забирают своих детей из школы и выбирают семейное обучение? Обсуждаем сегодня с нашими гостями У нас в студии многодетная мама Алена Чеснокова Ее дети учатся в обычной школе И Екатерина Немчанинова Она перевела своего ребенка на семейное обучение Хотелось бы узнать, как вы сами учились Может быть, это как-то связано с вашим детством, с вашим обучением? Как вам в школе было? Безусловно, это связано с детством Потому что я лично в школе очень много пропускала ввиду болезней Иногда это были целые четверти, что я лежала в больнице, болела И весь учебный материал я осваивала самостоятельно Со мной не занимались ни учителя, ни репетиторы И тем не менее я закончила школу очень хорошо Поэтому такого страха к самостоятельному обучению у меня никогда не было Мне кажется, что если я справилась То есть вам комфортно было? Да, мне было комфортно Если я справилась, я думаю, что и другие тоже могут Такая логика есть Не знаю, я училась еще в то время Даже когда мы пропускали что-то С нами учителя сидели поодиночке Без всяких доплат, без всяких там Нанимайте репетитора Они сидели нам и объясняли И никаких вопросов вообще не возникало в этом То есть вот если бы сейчас такое вернуть Никакого семейного образования бы не надо было Ну по поводу социализации Вот, да, Катя начала Про то, что это все равно Школа, это не только обучение Это вообще какой-то мир целый В котором совсем Вот да, вам не кажется, что ребенок потом выйдет И плохие дети Во взрослую жизнь И хорошие, и которые ревут И которые смеются все время Да, и которые за косичку тебя дергают Просто мне кажется, что плохие примеры Это же на себе тоже нужно прочувствовать То есть вы можете говорить, что есть такие люди Но они потом выйдут во взрослую жизнь И столкнутся с ними Так-то они хотя бы будут понимать Что это есть, а это происходит И сами уметь приспосабливаться Ну я не знаю, как вы считаете Вы знаете, смотря в каком возрасте Это все происходит Есть ли у ребенка достаточно механизмов внутренних Чтобы сейчас в этом возрасте Когда он с этим столкнулся Противостоять этому или нет Другое, одно дело, когда ребенку 6 лет Другое дело, когда ребенку 16 лет Кроме этого Как у нас называется Мне кажется, что 16 еще сложнее Ну то есть если он был все время в этих условиях А потом хоп, и вы в институт, например, пошел Или не знаю, на работу устроился И нужно же все равно искать какие-то взаимоотношения Выстраивать с коллективом В любом случае придется И в любом коллективе есть такие люди Очень многое зависит от первого учителя Который научит Ну вот у меня, например, ребенок с особенностями, грубо говоря Мы ходили в садик на общих основаниях Ему нужно было пить таблетки Для тех детей из других групп Они начинали О, что-то он там таблетки пьет А те ребята, которые ходили у меня с ребенком в группу Для них это было естественно Для них не было ничего такого Что кто-то там пьет с каждой едой там таблетки И даже когда он вставал из-за стола И забывал эти таблетки пить И не всей группой Костя, тебе нужно пить таблетки То же самое сейчас в школе Все дети привыкли к тому Что вот у этого ребенка такая-то особенность Вот этот вот так-то себя ведет Если у нас есть девочка, которая Ну по малейшему поводу Вот она начинает плакать Ее все успокаивают всем классом Ее все хорошо Сейчас она уже выросла Вот сейчас мы в четвертом классе Уже нет таких проблем То есть дети, которые все равно сталкиваются Изначально с какими-то Ну не такими, так скажем, детьми, как они В дальнейшем они намного будут добрее И проще смотреть на кого-то Не такого, как они сами То есть они относиться будут по-другому Да, от того, что ваш ребенок будет Если расти в каких-то тепличных условиях Как он будет дальше? Я хотела другую немножечко мысль Переключиться на другую Что вот мы с вами взрослые люди Вот мы пришли в коллектив Нам коллектив не нравится Мы можем его поменять Да? Ну если менять Бесконечно Подождите А ребенок, он оказывается В условиях, которые за него Выбрал кто-то другой В коллективе людей Которых он не выбирал С которыми у него может вообще В принципе не быть взаимопонимания И это невозможно Не в силу его особенностей А в силу того, что другие дети Тоже свои особенности имеют Да? То есть у нас такой коллектив Когда вот Кого-то куда-то погружают Да? Против его воли И он там находится Называется вообще-то тюрьмой Да? А мы взрослые люди свободные Мы можем что-то менять в своей жизни А дети вот почему-то должны Вот жить в таких вот условиях И это почему-то называется Социализацией Но это ведь искусственно Понимаете? Мы же с вами Не со случайными людьми В жизни потом Да? Как-то взаимодействуем Мы выстраиваем Ну бывает Бывает и со случайными Ну вот чтобы В таком плотном Как бы понимаете В таком плотном Времени, да? То есть такое количество времени Да? Чтобы общаться со случайными людьми Это же у нас Ну редко бывает А дети должны То есть это же как-то Странно и нечестно А мне кажется Что можно дать ребёнку шанс Ну то есть если Хорошо Если не заладилось Там в одной школе Можно поменять На другую школу Выбрать другой коллектив Да Но если опять Из школы в школу переходить То я не знаю Это уже в коллективе делай Или в ребёнке делай Ну просто Ребёнок Компринут нет дома Что вот так вот А потом-то он всё равно Будет взрослым Он придёт в этот же коллектив Мне здесь не понравится На меня не так посмотрели Другой коллектив придёт И ну В наше Теперьшнее время Проблематично найти Нормальную работу Там либо зарплату не устраивает Либо коллектив Чтобы получить и то и другое Это надо очень постараться По поводу социализации У нас есть мнение психолога Давайте послушаем Да Проблема такая есть Но она ведь решается Довольно просто Здесь дело Это не в количестве коммуникаций А именно в качестве Может быть есть Значит дети Друзей Родителей Можно с ними общаться Никто не отменял Онлайн Онлайн Ну встречи Или там соцсети Ну и потом ведь есть Клубы Кружки Секции Ребёнок всё равно посещает Поэтому это не проблематично Некоторые дети Именно настроены так Что им большого общения Не нужно Они может быть интроверты Они рисуют Конструируют Изучают что-нибудь Вот в моей практике Например К нам Ну на консультацию Приходят такого рода дети Не часто Но бывает И поэтому они с удовольствием Даже вперёд На год И на два Идут с обучением Потому что они понимают Раньше закончат Больше времени Останется на то Чтобы совершенствовать То что им на самом деле нравится Но те дети Которые Под любым предлогом Ушли на семейное обучение Чтоб там лишних проблем Не было То есть сбежали от проблем Рано или поздно Или родители не удерживают Или ребёнок Придётся возвращаться в школу Но потеря небольшая Я считаю Если родители Подошли с умом Ну я вот может ошибаюсь Но мне кажется Что на семейное обучение Всё равно уходят Какие-то определенные дети Либо Дети Или всё-таки родители Гениальные дети Может быть Либо да Какие-то Вот действительно Рамки определенные Либо наоборот Может быть Действительно интроверты С которым прямо Тяжело находиться В обществе Ну просто вот На моём личном опыте Мне школа Очень много всего дала И у меня очень хороший Школьный опыт И социализации той же И общение с друзьями У меня до сих пор Мы общаемся Со школьными друзьями У нас была хорошая Первая учительница Поэтому для меня Это очень естественно Школа И всё, что в ней происходит Я не видела Плохой стороны Наверное И поэтому Возможно Мне тяжело судить Ну видите Прекрасный психолог Сказал, что Ведь общение наше Не ограничивается Школой Если уж мы так Про социализацию Это так важно Есть кружки Есть тусовка своя Да Причём она действительно своя Где взаимопонимание Где взаимоподдержка Подождите Вы говорите Что вы встречаетесь Со своими единомышленниками И ваши дети Друг с другом общаются Это ведь тоже навязанное Общение Ну да То есть вы не даёте шанс Ребёнок ведь выбрал Вы знаете Они и во дворах Общаются Но им это сложнее Потому что тут всё-таки Именно единомышленники Ведь дети тоже В том-то и дело Что когда они вырастут Они не только единомышленников Будут встречать Почему Ну видите Мы ведь не Господь Бог Правильно Вы не знаете Как сложится Судьба какого ребёнка Может быть они все вместе Потом создадут свою фирму Какую-то компанию Ещё что-то Вы не представляете Насколько это дети Они Свободные Они свободные Они творческие Они не мыслят рамками И шаблонами Которые им их навязывают Кто-то Школа Или ещё что-то Они вообще уникальны На самом деле Поэтому я уверена Что они не пропадут В этой жизни Не понимаете Интересно всё-таки Ещё обсудить Обсудить Педагогический аспект И вот У нас на связи Сейчас доцент Кафедры педагогики ВИАДГУ Екатерина Никитина Екатерина Здравствуйте 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 Добрый день Рады приветствовать Всех студий С большим вниманием Послушала О чём вы говорили Вот скажите пожалуйста Даже удивилась Студентами Которые у меня Сейчас находятся В аудитории И тоже у нас Такая дискуссия Получилась А интересно Скажите Что обсудили Какие мнения Ну я во-первых Спросила их Насколько Они бы хотели Чтобы у них Была такая форма Обучения Как семейное обучение И в общем-то В аудитории Кто находится Все сказали Что нет Большая часть Всё-таки С большим удовольствием Вспоминают Школьные годы Друзей Поэтому таким образом Спросила Хотели бы Детей так обучать Тоже нет Волнует Вот какой вопрос Вы Учите Педагогов Проходите Методики Обучения Столько лет На это тратится Оказывается Человек Может просто взять И сесть И научить Ребёнка Чему угодно Может зря Вы там учите Своих тысячи Учителей Выпускаете Ну во-первых Я хочу сразу Нельзя сказать Что не зря У нас замечательные Просто студенты Добрые Искренние Желающие работать Это вот они Действительно такие Ну и я вообще Хочу сказать Что Ну я не думаю Что полный отказ От школы Это правильно Потому что Всё-таки Школы Это ещё и сверстники Это ещё и общение И вообще Семейное обучение Это довольно Вот Екатерина Про это да говорила Довольно затратно От такого мероприятия И по времени И по силам И по тем ресурсам Которые тратит семья И в общем Если вот говорить Про меня То для себя Я понимаю Что семейное обучение Это всё-таки Какой-то такой Знаете Крайний вариант И это чаще всего Какая-то всё-таки Вынужденная мера Чем вот Удачное спасение От кризиса Вот нашей системы Образования Я бы так думала И я вот Всё-таки Хочу сказать Что Для того Чтобы принять Решение О том Идти на семейное обучение Или нет Нужно всё-таки Каждой семье Плюсы и минусы Для себя Точно определить Да Затем Посмотреть на ресурсы Своей семье И здесь всё-таки Наверное Важно Очень понять Насколько Родитель готов Нести полную Ответственность За процесс Обучение Ребёнка Всё-таки Здесь уже Не получится Тот вариант Когда мы Неуспешность Ребёнка Списываем На какую-то Марию Ивановну Здесь уже Полная ответственность Родителей За данный процесс И вот Родители Которые переходят Я тоже Консультированием Занимаюсь На семейное обучение Тоже с такими Сталкивалась Они всё-таки Выделяют Ряд проблем С которыми Приходится Сталкиваться И довольно Непросто Проходят Эти процессы Но первое То, что В аудитории Уже обсуждалось Это в целом Проблема Организации Учебного процесса Согласитесь Что это сложно Да Какую программу Выбрать А сейчас Множество Как организовать Да В том числе Режим дня Ребёнка Затем всё-таки Нужно быть Готовым Родителю К тому Что часть Материала Они будут Изучать Самостоятельно Прежде чем Объяснить Его ребёнку И здесь Конечно Ещё Очень важно Ответить на вопрос Например Какую часть Материала Ребёнок Может оставить Сам Какую При помощи Родителя Когда мы Должны Пригласить Репетиторов Екатерина Леонидовна Вопрос у меня Ещё Вот к вам Какой У нас сегодня Много Достаточных Критики Звучит в адрес Традиционного Образования Системы Образования Как вы думаете У традиционной Школы Есть будущее В нашей стране Я вот Согласна С тем Что да У нашей Системы Образования Находится В кризисе И об этом Очень Серьёзно Заявляет Я думаю Вы слышали Людмила Петрановская Известный Психолог У нас Отечественный Сейчас Очень много Она публикует На эти темы Думаю В студии Сидит Тоже читали Её мнение По этому вопросу Но я всё-таки Думаю Что будущее У нас есть И сейчас Всё-таки У нас Возможно Не такими Быстрыми Шагами Как бы нам Хотелось Но определённые Изменения В школьной системе Не имеют Место быть Поэтому я С оптимизмом На это смотрю На школьное Обучение И думаю Что оно Полезное И перспективы Всё-таки Займем Спасибо вам большое Что нашли время И вышли с нами На связь Спасибо вам Спасибо До свидания Хорошие ученики Потом придут в школу Работать Вот я хотела Я хотела На этот счёт Сказать Сейчас у меня муж Получает второе высшее образование Да Ну благо Сейчас это Можно пойти сразу В магистратуру Если у тебя есть Уже одно высшее образование И он Учится на ИСТФАКе Вот Соответственно В ГУ И его Одногруппники Так сказать Молодые ребята Они Вот Закончив бакалавриат Сейчас учатся в школу Учатся Господи Ведут в школах уроки Они говорят Да что бы мы Туда Потом пошли Вот нам только отстреляться Сейчас вот закончить бакалавриат Ой Магистратуру И всё мы туда не ногой Понимаете Это люди которые учатся ради корчика Ради того чтобы образование получить Наверное А не для того чтобы Зачем Зачем тогда учиться Занимать всё это место Когда реально есть люди Которые хотят этим заниматься И даже не ради зарплаты Там А просто Их единицы Из-за искренней любви к детям Их единицы Их на всех этих людей не хватит И эти люди хотят нормальные условия А не вот эту вот бумажную волокиту Они хотят Простите нормальную зарплату А не вот эти вот 15 тысяч Которые там платят Да У нас хорошие врачи уходят В медицинские центры У нас хорошие учителя Уходят работать репетиторами Это реальность Приходят те Кто вот только колледж закончил Да Или только вуз закончил Им там надо какой-то опыт Чего-то где-то набраться Вот Екатерина У вас еще же есть младший ребенок Ходит в детский сад Нет А не ходит дома Она ходит То есть вы планируете тоже На семейное обучение его? Да, конечно Если, конечно, случится такое чудо Что наша система поменяется настолько Что она станет Думаю, что за эти годы не поменяется Но я думаю, что вряд ли Поэтому, скорее всего Я считаю, что сейчас будет плохо И будет еще хуже Просто если бы все вот эти ребята Про которых сейчас говорили Какие они замечательные Они бы пришли в школу Они есть Тогда можно говорить Что у нас что-то поменяется Я не сомневаюсь А когда из 10 человек, дай бог, один Нормально придет в школу А остальные так Лишь бы время протянуть То вот, к сожалению Вот это как раз и напрягает В нашем государственном обучении Можете несколько советов дать родителям Которые подумывают о семейном обучении Может быть, не решаются Попробуйте Нужно пробовать Это не страшно Напишите плюсы и минусы Взвесьте все за и против Если даже у вас не получится Что вы теряете Это не так страшно, на самом деле Как кажется К тому же я уверена, что Если вы сами закончили школу На четверке-пятерке Если вам, в принципе, обучение давалось легко То нет никаких оснований полагать Что вы не сможете Что-то своему ребенку дать Если, к тому же, у вас есть ресурсы финансовые Вы подключите репетиторов И совсем будет все замечательно Благо, есть множество дистанционных платформ Где можно сдавать аттестации И вообще не взаимодействовать со школой То есть сейчас вот на данном этапе Условия созданы настолько комфортно Что никаких оснований идти в школу Честно говоря, возвращаться нет И не хочется Как-то все слишком просто Бегите лужа, хочется сказать Все равно есть какие-то камни Я не передумала И, конечно, везде есть свои плюсы, свои минусы Но в данном случае все равно Мои, так сказать, плюсы школы Они перетягивают Потому что мне гораздо важнее Чтобы дети, они жили не в вакууме А жили вот как оно есть Они видели эту жизнь С плохими, хорошими, там Бестолковыми, умными людьми Которые их окружают Пусть они во всем этом варятся сами И делают выводы уже свои Если я старшему, например, не навязываю Там, я говорю Хочешь ты там получать высшее образование После техникума? Вперед из песни Это уже твое решение Я никого не заставляла Если я в свое время Когда я поступила Сдала экзамены И по баллам я прошла на очное обучение Но при этом я уже работала с 15 лет А это были 90-е годы Когда мама, педагог Папа работает в медицине А по полгода ни тот, ни другой Не получает зарплату Они мне говорят Алена, иди учиться очно Я говорю Ага, села и ножки свесила Здравствуйте Я говорю Не-не-не Я буду учиться на заочке Это мой выбор И я никого в этом не могу винить Что вот вы меня там послали туда Вы меня уговорили в этом Я уже была взрослый человек Я делала выбор сама И если я выбрала экономическое образование Я там отучилась И у меня только сейчас начинают возникать мысли А собственно Ну, был выбор Либо я на юриста иду Либо на экономиста И на юриста я всё-таки Ну, не рассчитала свои силы Как бы побоялась я туда пойти И не стала туда поступать Но сейчас я думаю А почему я не попробовала? Ну, мне винить-то в этом некого Это моё решение И то же самое, что здесь с детьми Маленьких, да Мы там вывели на семейное обучение Вроде бы как бы там хорошо Но на самом деле Мы винить в итоге-то можем только себя Получили Ну, научили мы за год этот чему-то Правильно ли мы научили Правильно ли мы вывод сделали Это можно говорить уже Ну, с более старшими ребятами Которые уже есть чем сравнить Вот они в школе поучились Им там, ну, по каким-то своим причинам Что-то не нравится И они вместе с родителями говорят Давай вот мы попробуем Ну, в принципе, да Мы же ничего не теряем Давай мы попробуем год на семейном обучении И он уже в будущем там В зрелом состоянии Он говорит Ага, мне это понравилось Меня это устраивает Я мотивирован Я могу сам это там Что-то ещё плюсом изучать Тогда я остаюсь на семейном обучении Либо не, я лучше с ребятами Лучше как-нибудь Но я отвечусь в школе Ну, кстати, Игорь Олин Директор школы Он говорил, что общался с московскими коллегами И вот в Москве как раз распространено В 10-11 классах семейное обучение То есть когда ребёнок готовится к ЕГЭ Целенаправленно Не ходит в школу Но они, естественно, нанимают репетиторов И в основном это обеспеченные семьи А у меня ещё всё-таки возникло сомнение Катя права Что неужели настолько всё хорошо? То есть вот за всё время семейного обучения Вы не столкнулись ни с какой трудностью Ни с одной Ну, есть трудности Как бы если ребёнок, например, не хочет учить Но я думаю Никаких специфичных трудностей Которых не было бы у нас в школе У нас те трудности, которые были в школе Они остались, да Которые связаны с характером ребёнка Никаких новых у нас не добавилось Только плюсы Вот честно Ну вот, кстати, мы в группе Девятка ТВ Вконтакте проводили голосование Спрашивали людей Готовы ли они отдать своих детей на семейное обучение Ответ разделили следующим образом 23% ответили да Потому что обычно школа не устраивает 47% Это большинство всё-таки выбрали Вариант нет Потому что на это нет ни сил, ни денег, ни времени И 30% не совсем понимают, как это происходит Но пока ещё, видимо, традиционное образование Оно будет актуально всегда Потому что не все родители В силу объективных причин Могут учить детей дома Оно будет всегда, но никуда не денется Но я хочу сказать, что всё-таки Вот сейчас я вижу За сколько лет, уже 5 лет я наблюдаю За семейным образованием в нашем городе Наиболее творческие, активные родители Они уходят Постепенно они уходят из школы Потому что то, что сейчас творится в школах Уже не устраивает никого Конечно, основная масса всё равно останется в школах Потому что просто нет возможности Учить детей дома Это, к сожалению, так Но всё больше и больше будет людей уходить Особенно после прошлого года Учебного, я имею в виду Насколько наши ряды пополнились Почему? Дистанционку вы имеете в виду? Да-да, после карантина, дистанционки То есть люди поняли, что хорошо им На дистанционке, когда ребёнок дома занимается Насколько я слышала, разговаривала с родителями Для всех это был какой-то кошмар Это был кошмар и проще И проще было взять этот кошмар в свои руки Понимаете? Потому что это был кошмар от тебя, независящий А тут хотя бы всё от тебя зависит То есть ты можешь это уже настроить так, как тебе нужно А там это кошмар, так ещё он от тебя не зависит Тебе сказали, завтра тебе надо, чтобы ребёнок 40 минут по комнате бегал А ты его снимай Ну вот у меня так было у знакомых И они должны это сделать Физкультура Да, это была физкультура Это не смех, это реальный пример кировской школы Вот, к сожалению Просто я думаю, что если родитель И до этого сидел с ребёнком Либо учил сам, либо подключал учителей Даже учаясь в обычной школе То при переходе на дистанционку В принципе для него ничего не поменялось То есть он просто, он больше там, может быть, сидел с ребёнком И там доносил какую-то информацию И всё А всё равно большинство-то, ну Слышал звон Я думаю, что и, наверное, каждый из нас И каждый из зрителей для себя сделает какие-то свои выводы И это правильно Ну тут нет, хорошо или плохо, да Просто это всё индивидуально Это всё индивидуально И каждый выбирает сам Если вы рассчитываете на свои силы Если вы можете, попробуйте В конце концов, вернуться-то не поздно Школа-то в итоге всё равно примет, наверное Да, ну просто в какой класс Либо ты потеряешь год, либо ты перейдёшь А школа обязана та, из которой ушли, принять обратно? Или та, с которой заключён договор? Нет, договор тут никак не влияет Это совсем разные вещи То есть родитель сам также будет выбирать, куда То есть мы вообще в частной школе до этого учились То есть тут различные нюансы есть Школа будет обязана по месту жительства, как обычно Ну обязана при наличии места Кстати, то, что вы учились в частной школе, это же меняет дело То есть вас даже частная школа не устроила? Да Но столько наши требования были высоки Понятно Можно ещё, если два слова сказать? В любом случае Какую бы форму образования родители не выбрали Традиционную в школе или семейную Самое главное, это чтобы дети занимались тем, что им нравится Потому что, ну скажите, у нас множество предметов Но пригождаются ли они нам в жизни, да? То есть, пожалуйста, давайте своим детям простор для развития своих талантов Потому что я часто вижу, ну как бы с болью, что в школах Родители настолько настроены вот на это обучение, качество Пятёрку Да, вот нам надо материал пройти, пройти Господи, а потом ребёнок вырастает, он этим материалом не пользуется Ну скажите, кто вот сейчас, вот скажете, вот первый закон Ютона, второй, третий Нет, ну это же до общего развития всё равно Это не в тему, потому что, да, возможно, там знания какие-то школы, они и не пригодятся Но даже учаясь на семейном обучении, чтобы сдать аттестацию, ты всё равно это будешь учить дома Всё равно, но в три раза быстрее, как минимум, поверьте Настолько этот процесс эффективнее, когда ты с ребёнком один на один Если ребёнок, соображалка у него хорошо работает, да, возможно, в три раза быстрее А есть ведь дети по разным причинам, которые переходят на семейное обучение Поэтому тут тоже всех... Нет, ну на семейном обучении могут там спортсмены, например, которые там на всякие ездят Вы немножечко путаете, я вот как реальность знаю, как у нас в Кирове происходит У нас есть семейное обучение, у нас есть очно-заочное обучение, у нас есть дистанционное обучение Прекрасный центр дистанционных технологий у нас в Кирове Обучение дистанционного есть, да, государственное И вот как раз спортсмены, те, кто ездит много за границу Они все заключают договор, инвалиды, кстати, да, с этим центром дистанционного обучения И занимаются там Из школы уходят только те, кого не устраивает школа в принципе Поэтому это вот немножечко единицы, может, есть тех, кто на семейное уходит по каким-то другим причинам А всего у нас, по-моему, чуть больше 60 Это, наверное, в Кирове, потому что очень многие прописаны в области Я лично знаю больше Нет, тот, возможно, там, где живет, там, в глубинке и школы там У них просто школы нет На 150 километров нету в Кирове Видите, у нас многие живут в частных домах Это уже не Киров, там где-то вот пригороды прописаны, да То есть тут, поэтому немножечко статистика Это немножечко обманчив, на самом деле, побольше все-таки Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам Поделились своим мнением Я напомню, что у нас в гостях были многодетная мама Сторонница традиционного школьного обучения Пока да И Екатерина Немчанинова Сторонница семейной формы обучения С вами были Надежда Ведерникова И Екатерина Зубарева Всем спасибо, до свидания До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова